Добрый день, с вами Алексей Колчин, канал GT Class. И сегодня я хочу рассказать вам об этой вот книжке Георгия Антоновича Гамова, или иначе Джорджа Гамова, известного физико-теоретика. Называется эта книжка «Приключения мистера Томпкинса». Сам Гамов работал во многих отраслях не только физики, но еще и биологии. Он был очень разносторонним человеком, ну и в частности он писал научно-популярные книжки. Это не единственная его книга. И в этой книге очень интересно и, я бы сказал, необычно, изложена кратко совсем теория относительности, ну и некоторые проблемы общей теории относительности, а не только специальной теории относительности. и кое-что из проблем квантовой механики и современных для того времени представлений о строении вещества. Книжка сама написана в сороковые годы прошлого века. Соответственно, что же интересного в изложении теории относительности, ну и квантовой физики? Вся книжка разделена как бы на отдельные новеллы. То есть, вот обычно все идет так. Идет рассказ, где герой встречается с совершенно необычными явлениями, которые происходят из-за того, что, например, скорость света вот в этой воображаемой стране имеет очень небольшую величину, ну там, допустим, 60 километров в час. И все релятивистские эффекты начинают проявляться уже, когда человек, например, едет на велосипеде. И вот мистер Томкинс попадает в разные ситуации бытовые, и ничего не может понять, как же так. А потом просыпается от того, что рука служителя легла ему на плечо, все уже разошлись с лекцией, на которой он благополучно заснул. А в следующей главе у нас идет лекция профессора, на которой он проспал, собственно говоря. Где тоже достаточно популярно, но уже гораздо более физично и математично излагается некоторая сторона теории относительности, ну и точно так же квантовой механики. Там применен тот же прием, когда Гаммов пытается себе представить, а что будет, если постоянная планка имеет гораздо большую величину. Там есть такая глава в квантовых джунграх, где идет охота на этих слонов, и не только слонов, но и тигров, которые то исчезают, то появляются в соответствии с вероятностными законами квантовой механики. Ну, в общем, я испытал очень большое удовольствие, перечитав эту книжку совсем недавно. И очень рекомендую вам ее также прочитать. Спасибо за внимание. Спасибо.